Когда приходит болезнь, мы бьем тревогу и бежим к врачам. Или занимаемся самолечением и обращаем свое внимание к народной медицине. Здравствуйте! Как вы уже, наверное, догадались, сегодня мы будем говорить о народных способах лечения. Как к этому относится традиционная медицина и что можно вылечить с помощью подорожника и отвара ромашки? Ответы на эти и на многие другие вопросы в нашей сегодняшней программе. Итак, давайте знакомиться. Сегодня в гостях у тела человека врач-клинический фармаколог, ассистент кафедры общей и клинической фармакологии Гомельского медицинского университета Олег Леонидович Полковский. Здравствуйте! Здравствуйте! И двое студентов Гомельского медицинского университета, которые будут нам сегодня помогать, померить их знания, которые они уже получили. Это Анастасия Тульженкова и Павел Привалов. Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! Давайте мы с вас и начнем. И прежде чем задать вопрос, который прозвучит в нашем сюжете, я предлагаю вам именно этот сюжет и посмотреть. Сегодня многие люди в той или иной мере являются приверженцами нетрадиционной медицины. Такие методы лечения можно разделить на несколько видов. Это, собственно, народная медицина, гомеопатия, натуропатия, биоэнергетика и аюрведа. Начнем с понятного. Народная медицина. Все знают, что при простуде следует пить чай с лимоном и смородиной, а при высокой температуре есть малину. При ожоге нужно нанести на травму тертый картофель, а при порезе – лист алоэ или подорожника. Эти простые методы передаются от поколения к поколению и являются простейшими примерами народной медицины. Гомеопатия и натуропатия. Эти течения рассматривают человека как систему, а гомеопаты и натуропаты лечат весь организм, а они отдельный симптом, предотвращают болезнь и сохраняют физическое и психическое здоровье человека. Разделами натуропатии являются известные всем фито- и ароматерапия, литотерапия, апитерапия и многие другие. Ну и, наконец, аюрведа. Это индийская традиционная ведическая медицина. Она названа по первым упоминаниям о лекарственных растениях в Ведах, в священной книге Индии. А свойства каких растений признаны целебными официальной медициной и используются как для профилактики, так и для лечения? Ребята, это был первый вопрос для вас. Готовьте ответы, а мы начнем наш разговор. И первый вопрос у меня будет следующим. Для каждого врача и для медицины в целом главный постулат – это ненавредим. Олег Леонидович, чем народные лекарственные средства, народные какие-то процедуры могут все-таки навредить человеку? Ну, вы знаете, на самом деле вопрос старый. Еще Михаил Афанасьевич Булгаков, если вы помните, в записках молодого врача эту ситуацию такие рассматривал, когда так называемые народные методы приводил, описывал и чем они заканчивались. То есть корень проблемы, он до сих пор остался. Больше 100 лет прошло, корень проблемы тот же – невежество. Невежество. Простейший пример. Берем, вот мы знаем про чеснок, да, про его вроде бы полезное свойство в качестве профилактики, например, там простудных заболеваний. Но ведь его могут сок чеснока или лука закапывают в нос. Результат – ожог слизистый. Делают настойку, по сути, из чеснока и вводят в виде клизвы детям для лечения гельминтоза. Химический, опять же, ожог слизистый гарантирован и мучительная боли у ребенка. Ну и совсем уже бывают ситуации реально тяжелые, когда у человека серьезная патология, вроде онкозаболевания. Человек теряет время. Вместо того, чтобы получить, да, достаточно тяжело переносимую, конечно же, химиотерапию, лучевую терапию, но с определенной вероятностью она будет эффективна, человек теряет время на знахарей, на еще какие-то нетрадиционные методы лечения. И в результате уже спасти такого человека. Можно не спасти. Вот такие вот, наверное, наиболее наглядные примеры. Очень яркие примеры, и все понятно. Олег Леонидович, ну вот еще противостояние традиционной официальной медицины и все-таки народной медицины, наверное, оно преувеличено. Многие врачи в своей практике используют те или иные способы, но больше как дополнительное лечение или, наоборот, восстановление после перенесенного заболевания. Ну как вот вы к этому относитесь, и как действительно правильно здесь подходить? Ну бесспорно, бесспорно. Я бы не сказал, что традиционная медицина и, ну назовем так, официальная медицина, да, сильно уже противостоят друг другу. Я думаю, ни один лечащий доктор не будет против, если его пациент, например, при фаренгите, плюс ко всему еще и будет там полоскать отваром ромашки. Без проблем, да. Более того, многие вещи, многие лекарственные травы приняты на вооружение официальной медицины. Ну классический пример зверобой. Зверобой так любимый народной медициной, и признаются его достаточно мягкий антидепрессивный эффект. И у нас есть официальные препараты со зверобой, без сомнения. Ну и можно еще вспомнить, получившие уже широкое распространение, такие методы, как иглотерапия, акупунктура, да, там, цигунтерапия. Пожалуйста, никто же опять же спорить не будет, лишь бы на пользу ушло своему пациенту. То есть уже даже трудно представить себе медицину, да, если пациенту не предложить, например, вот эти методы. Да, 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 конечно. Ну и если говорить все-таки о теперешнем времени, когда пик идет простудных заболеваний, могут ли методы народной медицины явиться действительно такими эффективными методами профилактики простудных заболеваний? Народная медицина нам предлагает что? Чеснок, опять же мы про него говорили, да? И мы можем наблюдать, особенно вот в детских садах, вот в этот период очень это видно и чувствуется, потому что деткам вешают на шейке бусики с чесноком. Бусы, чеснока, да, на стол вешают чеснок, чтобы дети дышали. Совершенно верно. Ну вы знаете, если создать концентрацию фитонцидов именно убийственными для вирусов, то, наверное, человеку, мягко говоря, будет некомфортно в такой атмосфере, да? Поэтому вот в этом случае я вижу, ну реально, вот единственное, что он может сделать, это человек заболевший к вам просто близко не подойдет, если от вас такой сильный запах чеснока. Ну а на самом деле каких-то серьезных таких профилактических мер это не несет, нет. Что еще у нас предлагает народная медицина? Ну, допустим, классика жанра, да, это чай с лимоном. Чай с лимоном. Это пошло, вы знаете, ну сложно сказать народная медицина, может быть, не народная, но традиционные вещи, да, которые у всех на слуху. Я думаю, что причина здесь кроется в популяризации витамина С Лайнусом Пулингом. Да, дважды Нобелевский лауреат, как можно ему не верить, вот он пропагандировал прием витамина С в больших дозах в качестве профилактики простудных, не только простудных заболеваний, даже онкопатология, был даже создан институт имени Лайнуса Пулинга, который продолжил именно уже исследование научное по всем правилам. Ну и на сегодняшний день мы можем сказать уже точно, что речь не идет о недоказанной эффективности. Речь идет о доказанной неэффективности витамина С, да, даже так. О доказанной неэффективности витамина С, в том числе и в больших дозах, ни как профилактическое, ни как лечебное средство, в частности при тех же простудах, оно не имеет никакого эффекта. Ну и тогда уже продолжим мы в плане народных средств, наверное, такое народнейшее средство, это сильно горячительные напитки в разных модификациях. Водка с перцем, водка с медом, просто водка. Насколько вот научное обоснование вот этого средства, да, его применения при лечении, при профилактике простудных заболеваний? Вы знаете, я, наверное, рискую заслужить негодование мужской части аудитории, потому что это был отличный повод, как бы никаких претензий не должно быть, я приболел, мне надо полечиться. Но на самом деле, на самом деле, конечно, ничего научного фундамента в плане лечебной либо профилактической роли горячительных, тем более крепких горячительных напитков, в первую очередь, нет. Да, как средство согреться, когда человек пришел домой, да, он замерз и выпил немного, там, миллилитров 30 водки тоже, пусть даже и с перцем, да, то да, он почувствует, быстрее почувствует тепло, он быстрее согреется. Но, к сожалению, к сожалению, наши люди редко останавливаются на 30 миллилитрах, а прием большого объема, крепкого горячительного напитка, вы знаете, ну, как-то здоровья точно не добавит. Спасибо большое. Ребята, ну, у вас было достаточно времени для того, чтобы подготовить ответы на вопрос, который был вам задан в сюжете. Я вам напомню его. Какие целебные растения официальная медицина признает лечебными и использует, в общем-то, в практике как дополнение к лечению или непосредственно как лечебные травы, как лечебные препараты? Кто первый будет отвечать? Да, пожалуйста, Павел. В наше время, в данный момент используются такие травы, как зверобой, мати-мачеха, эхиноцея, также могут использовать мяту и, возможно, крапиву. Ну, все эти травы, они уже доказаны научно, что они способствуют ускоренному восстановлению, но они являются как стопроцентное средство, как без чего-либо. То есть они должны быть в совокупности. То есть в совокупности они помогают человеку вылечиться, но сами таковым именно лекарством не являются. Хотя именно в древности они до сих пор уверяют, что... Единственные были лекарства. Да, были единственные, и поэтому люди были вынуждены воспользоваться теми, чем были богаты. Так вот, значит, в наше время зверобой можно использовать для лечения заболеваний верхних дыхательных путей. Им также полоскают горло при ангинах. Эхиноцею используют как иммуномодулирующее средство, то есть там при простудных заболеваниях, чтобы укрепить иммунитет. Вот особенно актуально, когда осень, зима. Хорошо. Настя, у вас есть что-то добавить? Да, от себя хочу добавить о свойствах крапивы. В ней содержится много кремния и органических кислот, которые увеличивают сопротивляемость организма многим токсинам и бактериям. Также увеличивает, стимулирует наш иммунитет. О свойствах плодов можжевельника могу рассказать, что они увеличивают секрецию бронхиальных желез, что используется для лечения дыхательных путей, увеличивает, не стимулирует отхаркивание. Вот, также свойства чистотела, всем известного. Зачастую его используют для лечения кожных заболеваний, избавления от угрей, сыпи, а также бородавок. Олег Леонидович, может у нас что-то есть, еще дополнить наших ребят, прокомментировать, что они сказали? Ну, вы знаете, ребята хорошо сказали, хорошо, но я просто хотел такую небольшую ремарочку внести. Дело в том, что пациенты почему-то не воспринимают, чаще всего не воспринимают лекарственные травы как лекарство. И вот и ребята же в университете обучаются собирать анамнусы пациента, и они знают, да, что задается вопрос, какие еще лекарственные средства принимает пациент. Вы знаете, очень часто пациент, принимающий отвары каких-то лекарственных трав, на этот вопрос отвечает, все, больше ничего не принимают. Хотя вот вспоминали про зверобой, серьезное, достаточно серьезное лекарственное средство зверобой влияет на скорость метаболизма, на работу нашей, скажем так, печени, системы печени. И при комбинации с некоторыми лекарственными средствами за счет ускорения метаболизма эти препараты перестают работать. Мы не будем видеть эффекта, будем ломать голову, задавать вопросы, может, это плохой препарат или еще что-то. Хотя, на самом деле, было бы все намного проще, если пациент честно сказал, что да, я принимаю отвар зверобой, и доктор был бы уже в курсе. Понимал, почему то, что он назначил, не работает, да? Конечно, конечно. Поэтому надо в таком случае уточнять у пациента, а лекарственные травы вы принимаете или нет, потому что это может быть очень важно. Да, а пациент, придя на прием к доктору, обязательно должен сказать, что он принимает вот ту или иную траву для того, чтобы правильно продолжить лечение. Спасибо. Ну и вот у славян, наверное, традиционно эта баня, да, которая служила местом и способом лечения и простудных заболеваний, и артритов, и артрозов, можно список продолжать бесконечно. Всем ли данная вот процедура, данный метод лечения, ну, в общем, небезопасен, или есть все-таки, когда это нежелательно, согревание, тем более вот с высокой влажностью, как в бане? Вы знаете, да, баня очень хорошее средство закаливания. Средство закаливания, средство профилактики сердечно-сосудистой патологии в плане тренировки сердечно-сосудистой системы. При имеющемся заболевании, здесь, вы знаете, есть уже нюансы. Если мы берем в расчет, допустим, русскую баню, то есть высокая влажность, высокая температура, высокая влажность, у человека с патологией сердечно-сосудистой системы, допустим, с артериальной гипертензией, здесь уже могут возникнуть проблемы. На самом деле, вот если уже хочется бани, то здесь такому пациенту лучше посоветовать сухой партар, сауну и, ну, скажем так, без фанатизма в плане температуры. И еще раз мы заговорили о, скажем так, славянских традициях, да, вот эта славянская традиция борьбы с похмелем в бане. Да. Ну, честно говоря, если вы крепкий, здоровый человек и у вас еще достаточно большое количество лет впереди, то, наверное, ничего плохого не случится. Но если уже у вас имеются проблемы сердечно-сосудистой патологии, да, вот это вот обильное возлияние алкоголя, плюс, плюс последняя физическая нагрузка была, наверное, в школе в виде попыток подтянуться на турнике, а на сегодняшний день это перенос своего тела из офисного кресла в кресло автомобиля, плюс избыточный вес курения, то, да, такому человеку, наверное, стоит поостеречься, идти с похмелья в баню. Потому что это реально, это нагрузка, это стрессовая нагрузка, особенно если комбинировать заход в парную, допустим, с окунанием в холодную воду, да, или вот как любят, там, в снег окунуться зимой. Это реально стресс, это реально стресс для организма, и при наличии факторов риска со стороны сердца это может закончиться и, в общем-то, достаточно плачевно, вплоть до фатальной аритмии. Ну, а что касается таких более, скажем, безобидных, банки, горчичники, припарки, обертывания, тоже как средства народной медицины, если у них действительно какой-то эффект, или, в принципе, наука считает, что это, ну, как бы бесполезно, или какому-то контингенту, все-таки, может, это, может, в совокупности как-то врачи предлагают, и это оказывает свое полезное действие? Ну, по поводу высокой эффективности, сразу скажу, высокой эффективности, конечно, у этих средств нет. Имеются и свои противопоказания. В первую очередь, это заболевания со стороны кожи. Если мы берем банки, то склонность к кровотечению – полнейшее противопоказание. В общем, и для банок, и для горчичников. Они будут противопоказаны при истощении человека, при наличии у него онкологии, туберкулеза, лихорадки тоже, в общем-то. Там, где реально вот можно увидеть эффект от горчичника в качестве отвлекающего средства, обычно это миозиты, невриты, невралгии какие-то, да, там за счет отвлекающего эффекта человек будет чувствовать определенное, в общем-то, облегчение, да, но оно не лечит само заболевание. Поэтому, да, в качестве вспомогательное, ну, если уже сильно хочется. Ну, вы знаете, больших надежд на них возлагать не стоит. Более того, более того, есть ситуации, которые, кстати, написаны в показаниях горчичнику, например, наложение горчичника при стенокардии. Ну, вы знаете, мне, честно говоря, сложно оправдать ситуацию, когда у человека развивается приступ стенокардии вместо приема нужного ему препарата нитроглицерина, да? И вызова скорой. Да, и вызова скорой помощи, потому что, извините, это, может быть, начинается как стенокардия, в итоге мы можем выйти на инфаркт и на серьезные последствия, да, а мы им будем горчичники прикладывать. Понятно, то есть каждая ситуация, она очень индивидуальна. Совершенно. И самое главное, не пропустить серьезную ситуацию, вот маскируя ее банками горчичниками. Ребята, ну, еще такое популярное или обильная еда, или голод. А вот то или другое в качестве диета, терапии, в лечении заболеваний. Прежде чем прозвучит вопрос, я предлагаю вам посмотреть наш следующий сюжет. И будьте внимательны, в нем и прозвучит вопрос. Я все вижу. Раиса Захарна, я чуток хотел подсолить, но совсем в горло-то не лезет. Ни в коем случае. Соль – это белый яд. Ага, так сахар же белый яд. Сахар – это сладкий яд. Раиса Захарна, маш с хлебушком, а? Хлебушек – это вообще трава. Не, я сейчас горбушечка отравился бы. Но правда жрать охота. Не жрать, а есть. Че? Да ничего, что? Сегодня диету Раисы Захаровны из легендарного советского фильма «Любовь и голуби» многие вегетарианцы сделали основой своего ежедневного рациона. И ничего плохого в этом нет, но только для здорового человека. В случае же болезни у нас принято бросаться в крайности. Итак, вариант первый – усиленное питание. По логике сторонников такого метода, в период болезни или восстановления это должно укрепить организм. Другая крайность диетологии – убеждение, что голод – лучшие лекарства, в том числе и от простуды. Голод действительно может быть лекарством, но всегда ли? В чем плюсы и минусы описанных методов и какой вариант порекомендуете вы? Ребята, вопрос для вас уже прозвучал. Вы готовите свой ответ, а мы пока продолжим наш дальнейший разговор. На стороне народной медицины, наверное, меньше таких подтвержденных фактов об эффективности. Но тем не менее, как бы наша научно обоснованная традиционная медицина не шла как флагман лечения, тем не менее люди остаются привержены народным средствам. Олег Леонидович, с вашей точки зрения, какие за, какие аргументы все-таки пациенты приводят и остаются привержены этим средствам? Ну, наверное, самый такой основной аргумент, самый значимый аргумент – это доступность. С этим сложно спорить. На самом деле самая доступная, первичная, скажем так, помощь, которая может позволить себе человек – это вот традиционная народная медицина, и Всемирная организация здравоохранения полностью с этим согласна и продвигает именно эту идею. Ну, конечно, это более значимо для стран, в которых доступность официальной медицины слабая. Вот ВОЗ приводит в качестве примера страны Африки, да, где на одного врача приходится 40 тысяч населения, ну а на одного, скажем так, народного целителя 500 человек. Да, конечно-то, да, это доступно. Без сомнения, доступность – один из главных факторов. На втором месте, наверное, будет, ну, как любят говорить пациенты, да, целебные силы природы. Ну, как, натуральность, да? Хотя, вы знаете, это такой, честно говоря, фактор, на мой взгляд, его сложно назвать таким уж сильно положительным, но, знаете, бледная поганка тоже натуральная вещь, да, и очень натурально может убить. Ну, и что еще? Еще овеянные веками, да, традиции предков. Ну, здесь могу сказать так, вот есть такая интересная поговорка. Мудрость не всегда приходит с возрастом, иногда возраст приходит один. Понятно. Итак, натуральность, доступность – это традиции. Ну, наверное, я бы еще добавила эффект плацебо, да? Ведь психогенное действие лекарства – тоже слово, да, мы хорошо знаем, как им хорошо лечить. Никто не отменял, в том числе и в качестве народной медицины. Скажите, пожалуйста, так все-таки вот этот эффект плацебо, насколько он выражен у средств народной медицины? Сразу скажу, что эффект плацебо выражен не только у средств народной медицины. Грамотный врач тоже очень будет широко использовать плацебо-эффект в правильном направлении, и это нормально, это хорошо. Есть интереснейшие исследования, когда двум группам пациентов давали классическое пассивное плацебо, то есть просто пустышка, без ничего, никакого эффекта вообще. Но в одной группе доктор честно смотрел в глаза, твердым голосом рассказывал об эксклюзивности, об эффективности этого препарата, а в второй группе тот же доктор говорил тот же текст. Но и глазки отводил, и морщился скептически, ну, естественно, эффективность была намного больше в первой группе. Поэтому эффект плацебо вещь замечательнейшая и широко используемая, в том числе, конечно же, в средствах народной медицины, тем более, потому что, вот мы три фактора назвали, да, они в нашем подсознании всегда сидят и воспринимаются немножко по-другому, чем лекарство, назначенное доктором официальной медицины. Но тут же надо понимать, понимаете, и следующий момент, как есть плацебо-эффект, так есть и обратная ситуация. То есть неправильное поведение доктора, например, может вызвать совершенно обратный эффект, так называемый эффект ноцебо, да, когда за счет самовнушения у пациента будет отрицательный эффект. Или очень люди впечатлительные в болезни, которая находится, у них само желание поправиться, наверное, отсутствует, и отсюда, наверное, врачу еще более сложно с ними. Да, вот в этом случае врачу, конечно, сложно, а народному целютелю будет проще. Понятно. Спасибо большое, Олег Леонидович. Ребята, наша передача подходит к концу, и хотелось бы услышать ответ ваш на поставленный наш второй вопрос. Голод, обильная еда, что из этих видов диетотерапии более является распространенным, и по вашему мнению, когда это нужно к этому прибегать, или может быть у вас есть свой взгляд на эти вопросы? Вообще, человеку гораздо проще испытать голод. Это и бюджетнее, и гораздо проще сделать, чем мобильное питание. Плюс, также народные целители и просто сети интернета наполнены статьями, как очень эффективен голод в лечении чуть ли не всех заболеваний, которые только можно найти, от головных болей, вплоть до лечения бесплодности. Ну, самым, скажем, эффективным направлением голода можно использовать, например, при операциях, когда пациент готовится к какой-то инвазивной терапии, когда будет скрываться брюшная полость, проводятся манипуляции. Естественно, голод для него – это как одно из необходимых факторов, потому что… Подготовки к операции. Да, подготовки к операции, потому что кишечник, ну, в случае чего, желательно должен быть пуст, чтобы было меньше с ним осложнений. Также можно отметить, что голод может в теории помочь человеку, если, например, как очень многие рекомендуют, очистительные клизмы. Как бы, да, оно имеет свой эффект, если в этом случае, если человек, ну, как-то, может, очень нерационально питался, может быть, какими-то очень какими-то сухими продуктами, какими-то хлебобулочными изделиями, когда у него прям, что аж кишечник даже не способен протолкнуть, тогда клизма, как бы, возможно, и имеет в этом плане, и голодовка ему, может быть, тоже не повредит. Ну, лично мое мнение, что истина, как обычно, находится посередине, не надо, скажем, уходить. Мера должна быть во всем. Да, должна быть мера, нельзя ни морить себя голодом, ни так же объедаться, потому что, естественно, это может быть с негативными последствиями. Хорошо. Анастасия, ваше мнение по этому вопросу? Усиленное питание может быть показано, и не только может, оно должно быть показано людям при лихорадочных состояниях. В этот момент происходит повышение обмена веществ, усиленный распад белков, повышенное сгорание жиров, усиленное выделение минеральных солей. Следовательно, организму необходимо восстанавливать все потери. И это реализуется путем назначения высококалорийной пищи и легко усваиваемой. Что касается переедания, то пища не должна быть избыточной, потому что это вызывает неблагоприятные последствия со стороны желудочно-кишечного тракта. Это вздутие, боли, тяжесть в животе. Также это может вызывать одышку, сердцебиение. Следует помнить, что питание не должно превышать, незначительно превышать потребности самого организма. То есть пища должна быть сбалансированной и дробной, а прибавка веса постепенной. Да, безусловно, голодание может быть полезным при таких заболеваниях, как мигрень, повышенное артериальное давление, некоторые заболевания опорно-двигательного аппарата и мочеполовой системы. Ну что ж, спасибо большое, ребята. Я думаю, что достаточно полно они нам рассказали про голод. Олег Леонидович, или вы что-то хотите еще добавить? Я бы, наверное, добавил. Я бы добавил, что, опять же, да, не надо бросаться в крайности. Есть, да, понятие подготовки к операции, например. Правильно вы сказали, там, острый панкреатит, холод, голод и покой. Без сомнения, все нужно. Я хотел добавить, что вот часть приверженцев либо голоданий, либо наоборот. Вы знаете, под этим может маскироваться пациент и психоневрологов в виде нарушения пищевого поведения. То есть это не просто люди, которые стараются какую-то диету соблюдать. Это люди, имеющиеся, имеющие нарушение поведения и требующие уже наблюдения и лечения. То есть или булимия, или это нервная анорексия. Или анорексия, да, да, да. Ну, это уже, наверное, другая история, да, это уже заболевания серьезные. Ну что ж, я благодарю сегодня вас всех за встречу, за нашу программу. Олег Леонидович, спасибо большое, до новых встреч. Спасибо. Ребята, спасибо большое за участие и до новых встреч. Много столетий назад Гиппократ говорил, кто пренебрегает всем тем, что себя оправдало, и хочет вести исследование только иным способом, тот заблуждается сам и обманывает других. Поэтому давайте брать все лучшее от природы, а лечиться у врачей. Будьте здоровы и до новых встреч в программе «Тело человека». Редактор субтитров А.Семкин